Всем привет! Ни для кого не секрет, что наши предки были мастерами искусственных работ, своими собственными руками. И у нас с вами есть уникальная возможность увидеть эти изделия своими глазами. Коллекция полотенец у нас самая большая во всем Орало-Сибирском регионе, около тысячи экземпляров. Все эти полотенца собраны в результате экспедиций по нашей Восточно-Казахстанской области. В основном это Правобережье, Глубоковский, Шамахинский район, Нариде, Зыряновский, Большинорымский бывший и Катун-Карагайский район. Ну и сам город Ускимногорск. Как нам рассказал Александр Андреевич, раньше без полотенец не обходилось ни одно событие в жизни. Ребенка принимали на вышитое полотенце, кружник вешали как полок над глюлькой. И даже в приданное девушки готовили себе десятки полотенец, чтобы во время смотрины развешать их по стенам, показывая какая она рукодельница. Возраст вот этих орнаментов это уже несколько тысяч лет. Это еще со времен язычества славян идет. Они так же, как в истории ведется, были основными украшениями в крестьянской избе. Вешали на окна, на зеркала, на стены. Например, на окно вешали, считая, что оттуда мог проникнуть какой-то злой дух. А вот сила этих орнаментов, сила берега орнаментов, она препятствует проникновению жилища всяких вот этих темных сил. Сама выставка делится на три тематических зала. Один из них раскрывает тему рождения ребенка и словно воссоздает быт того времени. Здесь находятся полотенца с символами плодородия, чедородия и богини-роженицы. Люлька из села Быструха и икона в красном углу. Вообще полотенца вот у нас двух типов. Это белые из белого до банканного холста, который холст, который изоминен от калина в домашних условиях на тканском станке. Это белые и красные из кумача. Второй зал рассказывает о таинстве свадьбы. Полотенца с этой инсталляции украшены особыми узорами с изображением двух птиц, символами любви и счастливого союза. Жених с невестой, обряд рукобития они взяли за руки, повязаны полотенцем, чтобы нечистая сила не повлияла на их союз. Рядомство и дружка, крест-накрест, повязаны полотенцем. Третий зал отражает тему ухода в мир иной. Как рассказал Александр Андреевич, здесь воспроизведен обычай об усопшем. После смерти человека полотенцем вывешивали за окно. Во-первых, так оповещали о своем горе. А во-вторых, существовало такое поверье, что в течение 40 дней душа человека возвращается к своему дому и, умываясь росой, вытирается этим полотенцем. По-настоящему уникальная выставка. Как написано на баннере и как было изначально задумано, выставка должна была закончиться 26 мая. Но нам удалось узнать, что экспозицию продлят до конца июня. У гостей и жителей города есть уникальная возможность познакомиться с изделиями, которые являются нашей с вами историей. Специально для F-16 с места событий ВЭЛ.